Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас вопросы и ответы серии, они называются одинаково. Во свете Библии. Открытым оком. И вот наш брат, тоже православный, Игорь Добунов, вопрос задает. Вот здесь я уже подготовил. Вопрос у меня как бы не по Библии, но ответ вы должны, конечно, дать по Библии. По слову Божьему. А этот вопрос от туристической группы Дятлова, я думаю, очень сложный вопрос. Потому что уже в течение 50 лет, как постоянно в средствах массовой информации, он то поднимается, то опять затухает. Потому что как нашли какую-то новую версию, опять раздули. Потом опять не получилось, и опять все это стихло. Ну вот и сейчас опять очередной виток об этой группе. Ну и действительно, люди страшно погибли, умершие все, раздетые, замерзшие. Все-таки это зима. И однако так ничего не выяснили. И людей это будоражит, потому что туристы-то у нас идут и идут. Как вы думаете, есть ли вообще ответ на этот вопрос, пока еще не пришел в день он? Я ответ этот отдал на своем форуме. Вот у нас написано «Православный форум Игнатия Латкина». Вот он. И вот. Это у меня как раз в первую страху. Вижу столько вопросов, но я его выдвинул сюда. Коротко. Гибель туристической группы Дятлова. Я беру это из Википедии. Вот. Отсюда начать как прочитать. Девять погибших отсюда. Девять погибших туристов, входивших в группу Дятлова, Юрий Юдин, десятый, единственный выживший из группы, жив по сей день. Он почему? Потому что заболел. У меня знакомый, ну не просто знакомый, а близкий, зять нашей Валентины Павловны, Шевченко Николай. Ну и как-то так получилось, что мы, Тарас, она наша сестра, прихожанка, а он ее зять, на Наташи женатой, на дочке ее. И мы близко были знакомы. Он был начальник тоже туристической группы на Эверест, Жамалунгму. И главное, их финансирует такой был Элленбанк в Барнауле, в Алтайске. Элленбанк. И газета, которая пишет время и деньги. Как они сидят, последний раз дают интервью, руководители группы плотников, кто финансирует. Серьезная очень, все высочайшего класса альпинисты. И они поднимаются, и в группе только один у них заболел там перед этим, он остался живой. Все остальные остались навсегда там. Что было, как, ну главное, банк тот лопнул. Газета та была закрыта. Экспедиция погибла. Ну там никаких данных нет, просто когда спускались, большая буря пошла, и Николай даже на другого куртку надел, ну и там недостаток воздуха и понятно. Здесь другое. Вот отсюда немножко прочитайте, кто не знает, что вы послушали. Гибель тургруппы Дятлова – событие, случившееся предположительно в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, когда при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. Несмотря на то, что гибель отдельных туристов и целых туристических групп – явление не уникальное. И только в лыжных походах за последние десятилетия погибло не менее 111 человек. Гибель тургруппы Дятлова продолжает привлекать внимание исследователей, журналистов, политиков, вплоть до освещения событий 50-летней давности на центральных каналах России. И вот я дальше все это выписываю, ну можно зайти и посмотреть. Вот, почему он остался, фотографии какие, и теперь даются данные, кто, откуда, какой был. Вот, Юрий выбыл из-за радикулита. Вот главное, что его спасло. И там тоже спасло болезни его. Так что болезни всегда во зло. Бывает, что вот выиграл человек этим. Вот, дальше. Он первым опознал личные вещи погибших, и он же опознал трупы Слободина и Дятлова. В дальнейшем он не принимал активного участия в расследовании трагедий. В 1990-е годы был заместителем главы Соликамска по экономике и прогнозированию председателем городского туристического клуба «Полис». Вот дальше идут фотографии, все это откуда, как. Ну, можно просто посмотреть, коротко хотя бы, 23-го. 23-го января группа выехала на поезде из Свердловска в Серов, куда прибыло утром 24-го января. Описывая этот день, Юнин сделал в общем дневнике группы часто цитируемую запись. 24-го января, 7 часов утра, 0-0. Прибыли в Серов, ехали вместе с группой Блинова. На вокзале встретили ужас как гостеприимно. Не впустили в помещение милиционерного стрелуши. В городе все спокойно, преступлений и нарушений никаких, как при коммунизме. И тут Кривонищенкою затянул песню, его в один момент схватили и увели. Вот дальше все поясняют, как ехали, словари остались, какие делали фотографии. Ну и дальше разрабатывают, как всегда, какие версии. И вплоть до НЛО. Убийство, что там манси народность такая живет. У меня сразу вопрос возникает, когда я первый раз узнал, как они трудно добирались, потом только на лошади везли вещи, сами шли они пешком. Зачем им туда было лезть? Зачем? Теперь какие они были, какие разговоры вели, все-все-все дается здесь. Ну я просто, у нас и времени нет, надо что бы показать. Но время идет. Вот здесь перевал Дятлова, зловещая тайна гибели туристов. Это уже на ютубе. Везде. Тайна перевала Дятлова. Тайна горы мертвецов. Это полная версия. И задают мне вопрос. Вот он вопрос, как звучит. Игнатий Тихонович, а что вы лично думаете о причинах гибели туристической студенческой команды Дятлова? Есть ли у вас своя версия, которая бы удовлетворяла всем побочным вопросам и несостыковкам, которые обнаружены во всех предлагаемых за полвека версиях иных и разных? Ну, там большие специалисты, криминалисты, очень большого рамка и за рубежа отдельно сами исследуют. Это разрешено сейчас где-то. И каждого опровергают. И опровергают очень серьезно. И говорят, ну вот это как бы не это, то можно было бы принять версию. Опять те доказывают. Допустим, заключенные Ивдель рядом сбежали. Ну, никто не сбежал в это время. Тем более, никаких следов не было. Следов вообще чужих нигде нет. Говорят, какой-то лыжный след, след остался только от босой ноги. Как бежали в носках. Вопрос стоит так. Зачем? Тут никто не стоит. Я ставлю вопрос. Зачем они туда лезли? Зачем? Это не какая-то высокая гора зимой именно набирает группу. Кто? Ну, какой год-то? Комсомолия? Комсомольцы? Верующих там ни одного в группе нет. Значит, шесть мужчин, две женщины. Вот. Десятый был, что ли? Как они между собой разговаривают? Ну, обстановку я знаю. Это мой возраст. Я уже обратился в 62-м году. К 69-м, если это было, то мне уже 30 лет было. Я знаю обстановку тогдашних людей. Немножко даже постарше этих погибших. Что они там искали? Знали они про эту гору или нет? Теперь начинают сказать. Гора называется, к ней нельзя подходить. Прямо в самом названии горы стоит слово, на гору восходить нельзя. Вот самое главное-то что? Они это знали, перевод знали. Зачем туда полезли? Ну, так назвали. Манси, по Манси это означает. А мы русские. Да они, что там, дикари. Шаман у них. А мы-то ведь комсомольцы. Тут вот что заложено было. Им нужно было проверить вот это потемнение разума народа. Язычники где-то. Мы докажем. Бояться ничего не надо. Это в крови написано было. А мы докажем. Вот они пошли доказывать. Там больше делать нечего. Она совсем не высокая гора-то. Какая там гора? Холм. Теперь, как они устанавливают палатку? По всем правилам. Ну, маленько какие-то показывают недостатки. Лыжи как натянуты. Теперь уже все рассматривают. А то, что палатка была разрезана, и они вылезли не в двери, а не снаружи, говорят, кто-то располоснул ножом, она изнутри разрезана. И это показала одна уборщица, говорит. А я, говорит, такие палатки шил. Это изнутри разрезано. Посмотрите, куда волокна-то отклоняются-то. Ну и все. Теперь стали думать, а как же так? А почему никто в двери-то не вышел? Теперь на мужчинах женское одеяние оказалось, ну, верхнее там. Другие в носках, а мужа почти никого не было. И они бежали, стремглав вниз. До первого кедра километр и двести метров, кажется. До первого кедра, у первого покойника они там нашли. А остальные в разных местах, разбросанные, в ручьях, друг на друге и лежали. Что с ними случилось? У кого-то глаз и глаза вырваны оба. Глаз нет. У другого языка нет. И главное, ребра поломаны, а следов, ушибов нигде нет. Все говорят, так не бывает. Как они могли ребра сломать это? Значит, кто-то изнутри должен был разрывать ребра, не прикасаясь к коже. Так не убивают. От любого удара, в первую очередь, синяк. Даже если не сломана, рука от синяк остается. Тем более, ребра сломаны. Доказано, что у живых были, не у мертвых. Расширены в ужасе глаза, показывают все. Что же там было? И вот, вплоть до инопланетян, ну что-то, иностранцы там были, испытывали ракету, там, пролитое топливо. Ну, все абсолютно они, ну, разные вариации прорабатывают. Но остается неясным, чего они испугались. Ведь это не один, не два человека. Девять человек. И ужас-то был смертельный. Я отвечаю на это. Ответ. Вы же понимаете сами, что я, как христианин, ищу ответ не только видимым и доступным для разума плотского человека, но ответ нахожу и в сфере незримой, духовной. Я верю, что есть Бог, творец вселенной, и есть откровение Божие. Откровение не как название библейской книги, а именно, что открыто Духом Святым людям. Изложено святыми мужами веры в Святой Библии. И этому верю безусловно и бесспорно. Вопрос-то я каждый раз, вопросы я в разных университетах вел, занятия радиопрограммы, и у меня масса вопросов, которые люди задают. Но этот вопрос такой, на который вам никогда не ответить по Библии, мне заранее говорят. Вы все отвечаете по Библии, как это может быть? Ну я православный, я пользуюсь житиями святых, творениями святых отцов, канонами церкви еще. Ну это уже дальше. Но главное вы говорите по Библии, да, по Библии. Но погиб Дятлов. Группа такая. Москва этим занималась. Хрущеву доложили. Как вы можете с Библией это связать? Очень определенно. Вот только всего лишь несколько мест из Святой Библии, на которых строится все здание возможного каркаса событий. Читая эти места, хотя бы на это время попытайтесь поверить, даже будучи вовсе уж не верующим, что есть такие неоспоримые истины. 2 Тим. 3 глава 16 стих. Все писание Бога духовно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Я первый стих привожу для того, чтобы люди поверили, что есть истина в конечной инстанции. Это Святая Библия. И дальше. Псалом 138, 16 стих. Вот это каждому назначено было прийти к этому месту и умереть. В первую очередь это уже у Бога, еще прежде зачатия, это было все известно. Они во внимание это не берут. А что Богом назначил было прийти туда, теперь надо смотреть, а что к этому вело, как они себя вели, как жили эти люди. Я доказываю, что здесь ответ дается из Святой Библии. Я там не был, но то, что сейчас я буду говорить, это проверять уже не надо. Это уже было в истории мира. Это нельзя спрограммировать, смоделировать. Это делает Бог. Если они там делают, допустим, что-то, ну вот упало сверху, сосна придавило, было бы сосны, рядом нету, снег, сползание было. Это можно смоделировать. Но то, что я отвечаю, это невозможно, в это только поверить. И поверить именно так, как я сейчас буду говорить. Другого варианта нет. Люди всегда шокируют, как вы так можете о себе говорить? Я говорю из Библии, не бойтесь, не падайте в обморок. А раз я говорю о том, что там участвует нечистая сила, там должны были быть очень крепко верующие. До воскресения Бог никто не считал, никто не молился. Но это определенно. Это комсомольская бригада пришла туда. И о чем говорят, когда в одной палатке спят мужчины и женщины. Перед самым долго балагурят, всякие пахабные анекдоты. Везде одинаково это. Тем более я работал на кораблях, я молодежь очень знаю хорошо. Другого разговора нигде нет. Вот почему чеченцы их побеждают, схватывают четвереху везде. Почему? Они отравили. Пошли по бабам в Афганистане. Только открывая дверь, она его стерпом и кишки вытащила ему. Они пошли здесь, не знаю куда пошли. Откровение 12 глава 12 стих. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Дьявол есть. Самая большая победа дьявола, он сам говорит, та, что люди не верят, что я есть. Что сумел убедить, нет. И меня нету, и все. И поэтому они думают, что он сам это додумался. Вот сам Гитлер до этого дошел. Сталин додумался. Сатана научил. За ним стоял и все время рожи строил. Вот как надо рассматривать. Иоанн. 10 глава 10 стих. Иоанн говорит, это она. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ко Христу не пошли, где жизнь с избытком. Пошли к тому, кто может только украсть и убить. К дьяволу. А что не признаешь, это и разницы никакой нет. Ну не признаешь, что здесь яма. Ну яма-то есть здесь, закрытая она. Тебе говорят, здесь расщелина. Здесь совсем немножко снегу. Ну не веришь. А что от этого изменяется? Ну ты рухнул, и там уже на дне тебя никто не найдет. И вот здесь. Притча. Притча 13 глава 2 стих. От плода уст своих человек вкусит добро. Душа же закона преступников зло. Вот они как раз закона преступники. Закон Божий попирался. Ничего не признавали. Ну как всегда еще. Курили, с собой спирт показывает, какой у них спирту сколько было. И те, которые были, спирт не допили. Мы потом выпили здесь свидетельствовать. Я просмотрел все ролики. Думаю, что все. Какие про них поставлены, пересчитал все. Чтобы, ну не так, чтобы сказать и не знать о чем говорить. Неогульно. Да. Притча 30 глава 13 стих. Есть труд. О, как высокомерны глаза его. И как подняты ресницы его. Это комсомолия. Были в пионерах. А некоторые, может быть, были в партии. То есть люди, перед которыми стояла одна задача. Обманывать других. Внести их в коммунизм, которого никогда нигде не было и не может быть. Равенство. Мужчины и женщины. Вот это все в них было заложено. И главное, никто не говорит. Зачем они туда пошли? Я нигде ни у кого не нашел. Цель какая? Зачем? Там одни камни. Там даже идти невозможно. Ногу своротишь. Как они там прошли-то только по снегу? Летом идти, говорят, и мы 2 километра едва прошли. Ну, валуны, валуны, валуны. И дальше никуда. Дальше идет лес. Зачем они туда пошли? Я нахожу, что это связано было все-таки с желанием опровергнуть, что неприкасаемо гора, никто не выходил. Ну, что спрашивать темные манси? А мы это опровергнем. Мы комсомоли, они все время опровергали. Попробуй, троньте. А мы вот храмы разрушаем, ничего нам не будет. А вот попробуй, священника троньте. А мы их пачками уничтожаем. Все, будто вы забутили. Ничего нам нету? Нету. Ну и все. То есть они доказывали, везде они это доказывали. Орвали, метали, издевались. Ну и доказали. Да. Вот первые опорные стихи моих рассуждений вообще, а не конкретно к группе Дятлова относящейся. Потом перейдем уже к исковому ответу. Шесть мужчин и две немусульманские девахи. О чем разговор в такой компании, когда ложатся спать? Ни молитвы, ни духовные песнопения. Отнюдь блуд и блудные анекдоты. В этих фильмах, видеороликах не раз показаны как бы последние сны этих горя путешественников. Вот они видят, как она в трудности такой, она замерзает, кто-то там появляется. Ну это уже домысливает так, да правильный путь. Правильно. Предсказание, предчувствие. И показывает предчувствие в женский пол больше. Римлянам 9 глава 22 стих. В этих фильмах, видеороликах не раз показаны как бы последние сны этих горя путешественников. Показаны. Зачем авторы? Не я придумаю. И римлянам. Римлянам 9 глава 22 стих. Что же если Бог, желая показать гнев и обидь могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? И привел их на одно место и там убил. Господь их туда вызвал. Это были самые подготовленные. Видно, как они себя ведут. Разбитные просто ребята. Там скривляются, шапка, милиция. Только приехала милиция забирать. Милиция забирала по делу. Они сняли шапку один и пошел по вокзалу собирать монеты. А милиционер-то не разрешалось это. Но еще дальше. То есть они вели себя, как говорят, неадекватно. А почему? Это их жизнь. А он такой парень, рубаха, он заводной. То есть все слова, относящиеся к ненормальному поведению. Примудрость Соломона 18 глава 19 стих. Ибо встревожившие их сновидения предварительно показали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. То есть Бог сновидениями их уже тревожил и показывал, за что они погибают. За разводы, за мат, за внебрачную жизнь, за все, что делают беззаконные, вопреки десяти заповедей Господних. Никто, 50 версий, за 50 лет не касается вот этого психологического анализа. А как было они, как были, а могли ли они между собой поспорить? Да, бывает так, но там крепкий коллектив. Так, а могли ли манси? Да не могли, потому что они так привечают всех туристов. Они такие вежливые. А когда двоих допрашивали, они стали говорить о том, что они видели круг, и там внутри что-то черное, летящий круг. Ему говорят, какой? Такой, там белый. Он говорит, огонь. Манси, огонь. Огонь. Вот эти аналот, это бесовщина, это бесы, это демоны. Йети разные. Вот теперь Йети. Теперь отвечаю. Почему нет версии о названии этой горы? Не просто басни про потоп? Они говорят, название горы это такое, это потому не восходи, что когда был потоп, то туда несколько человек от потопа прятались, вокруг кипяток был, люди сгорали в кипятке, кипяток. А и он туда залез, и ему там можно было место только растянуться на земле. И он там умер. Как там, похоронили, что-то. И дальше нельзя было заходить, там очень опасно. Почему опасно? Я неоднократно встречал такие места в литературе, описывается, когда, ну, кто-то плавал, и говорил, в это озеро нельзя заплывать. Там никто не выплывает. Да как же нельзя? Ну, что значит нельзя? Там такой живет, там такой он, он сразу затащит туда. Понимаете, это предрассудки, дикари, что спрашивают-то? Аборигены. А вот мы докажем. И первый поехал, а сразу погиб, второй остановился. А почему погиб, неизвестно еще. Вот только вскрикнул, говорит, и глядим, говорит, лодка опрокинулась, его больше нету. Все, так это какие-то излучения там из земли, там ртутные испарения, то есть они все пытаются на стол, попытаются проэксперимент поставить, а как это будет, ничего не получится. Я отвечаю дальше. Есть земля благословения, а есть и земля проклятия. Иеремия 23 глава 10 стих. «Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбище пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда». Засохли пустыни пастбище там, а стремлениях-то не у пустыни стремления, это у людей, которые там живут. За несчастье живущих плодородную почву превращается в ланчатую. Все, толкования нет. Откуда соль взялась? Иеремия снова говорит. В 44 главе 22 стихом. «Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали, поэтому и сделала земля ваша пустынью и ужасом, и проклятием, без жителей, как видите ныне». Это вот эта гора, на которой нельзя восходить. Главное, из слов которой восходить нельзя, я даже не встречал название такого. Восходить нельзя. Ну, почему не тормознули-то? Я всегда обращаю к себе, «Ну, а вы бы пошли, да никогда, зачем бы я пошел? Во-первых, там делать нечего». Дальше. «А почему не прислушались к мнению жителей местных, которые больше, знаете, нельзя восходить? Ну, а что нельзя, а почему нельзя?» Ну, и получили. 50 лет идет разгадка смерти. Так и называют земля святая. А есть земля для сатанистов, рериховцев, и они туда толпами едут, как к месту особой связи, как горный Алтай, Гималайи, каналу энергетических потоков, связи с неким космическим разумом, с космосом, то есть с бесами. Это вполне все подробно описано в житиях святых, поштучно и в разброс. Прошу дочитать до конца жития святого Конона. Это из Дмитрия Ростовского взято дословно. Дословно. Март месяц, день пятый. Ну, это по старому стилю. Это житие большое. Мы начало возьмем, и дальше посмотрим, что делают демоны. Житие и страдания святого мученика Конона и Саврийского. Святой апостол Языков Павел во время одного из своих благовестнических путешествий просветил жителей города Исаврии светом истинной веры в Господа нашего Иисуса Христа. В это же время в селении Вифании, находящемся в 18 стадиях от города Исаврии, жил один человек по имени Нестор с женою Надою. У них родился сын Конон. Дальше. Когда отрок вырос, родители задумали его женить и обручили его с красивой девицей Анной. Но еще раньше того Конону явился в виде светлого мужа святой архистротик Михаил. Научив Конона истинной вере, архистротик повел Конона на реку, крестил его во имя Пресвятой Троицы, причастил божественных тайн, а затем, осенив его крестным знамением, стал невидим. С того времени отрок исполнился святого духа, а архистротик Михаил невидимо всегда пребывал с ним. В день брака жених с невестой при общем веселье были отведены в брачный чертог. Здесь Конон покрыл сосудом зажженную свечу и спросил девицу, что лучше, тьма или свет? Девица отвечала, свет, конечно, лучше тьмы. Тогда святой Конон открыл в своей исполненной божественной благодати уста и стал убеждать невесту сохранить свое девство и чистоту жизни и веровать во Христа истинного Бога. Это и есть, говорил он, свет не мерцающий, а плотская жизнь и языческие нечестивая вера тьма. Девица имела доброе сердце, так что семена Слово Божие пари на хорошую почву, и невеста скоро согласилась во всем со своим женихом. Я дальше пропускаю, какая у него жизнь была удивительная. И он тут просто большая, очень интересная его биография. Ну вот, там пещера была, был идол, и они говорят, ну вот идол-то как он? Ну, хоть и разговаривал. А он его спросил, говорит, а бесы в нем сидят? Когда приносите жертвы, идолам, это бесам приносите? И он бесы с этого идола спрашивает, вот пришли люди ваши на поклонение, а на поклонение надо идти было, допустим, ну, по куду-то, там ущелья далеко обходить, километров 20-то. А он дома остался, говорит, давайте, кто раньше придет? А не пришел, он уже там в пещере с идолом этот коном-то, ну, его ангел-то перенес. И дальше он говорит, идол, ну-ка скажи, кто главнее, ты или Христос? Он говорит, Христос. А что ж ты людей обманываешь-то? Изгинь сейчас же. Идол упал, закрутился, рассыпался и все. Его силой такой Бог одарил духом своим святым-то. Ну, это все тут так есть, теперь я показываю дальше. Считаем. В той же Исаврийской стране, в другой пещере, находившейся также в пустынном месте, обитал страшный бес. То есть бесы обитают. Дятловская группа в это не верила. Они обитают там, на этой горе. Он, как воин или разбойник, нападал на проходящих мимо людей и животных и умершлял их. Нападал и умершлял. Вот удары-то они такие, он изнутри разрывает человека, ребра, поломанные глаза, выколотые. Ну, демон. Как ты с ним бороться-то будешь? Оружие одно после молитвы. Там ни поста, ни молитвы. Исавриане приносили ему множество жертв, умоляя его не делать им вреда и не умершлять их. Но их мольбы не приносили им пользы. А служили еще к большей погибели. Тогда собралось множество людей, верующих и язычников. И они все вошли к святому Конону и усердно молили его, чтобы он прогнал беса из их страны. Верующие молили, нисколько не сомневаясь в силе Христовой, содействующей святому Конону. Язычники же коварно искушали святого Конона, ибо с нами думали, что он не сможет изгнать свирепого беса, а напротив, бес умертвит его. Потому что он свирепый и он умершляет. Вот это вот ни один, кто исследует, нигде они во внимание это не берут. А там живет нанси, которые верят, что есть плохие силы и на горе нельзя прикасаться. Они охотники, никто не обходит ее, никто не прикасается. То есть они боятся. Язычники тоже. Снисходя к пальбам и савриан, святой Конон отправился сопровождаемый множеством народа. Он подошел к самой пещере, где обитал бес. Народ же с трепетом стал в отдалении. Обратясь лицом к пещере, святой именем Христовым повелел нечистому духу выйти из пещеры ввиду всего народа. Бес изнутри возвал к святому прося его, дабы он разрешил ему выйти невидимо, чтобы люди не видели его мерзкого образа. Демоны им явились там в шатре и встали, но они же через палатку дверь не открывали. И они в дверях. А какие они? Они страшные. Матавилов, когда спрашивал Серафима Саровского, а как посмотреть от Гичада, что ты говоришь? Ваше боголюбие. Они мерзкие и страшные. Рисуют там свиные рыла, когти. Это все не то. Клыки там у них. Видеть их страшно. Человек может сердце разорваться. И человек теряет рассудок. И вот демоны им явились там, раз они там обитают на этой горе. А что демоны обитают в определенном месте, это в житиях полно, говорится. В разных капищах, на кладбищах. И святые приходили иногда и начинали борьбу с ними, побеждали, бесов изгоняли, и там храм стоял. Вот что было. И он не хотел, чтобы его видели. Он страшный. Кому же вы жертву-то приносили? А его никто не видел ни разу. Да. Снисходя к мольбам и саврян Да, пришел туда. Повелел нечисто. Повелел, да. Бес изнутри возвал к святому. Но святой с угрозой повелел ему явиться пред всеми. Тогда бес на глазах у всего народа вышел из пещеры в виде страшной трясущейся женщины. Святой запретив бесу, причиняя кому-либо вред, отослал его в Гиенну. В тот час бес сделался невидим, а весь народ воскликнул «Велик Бог Конона!» Дальше. Множество язычников уверовало во Христа, а святой Конон, довольно поучив народ в вере в истинного Бога, возвратился в город. Народ сопровождал его с радостным пением. Святой сам начинал пение, а народ подпевал, прославляя Христа истинного Бога. Возвратясь, святой Конон поселился в своем селе, в доме Отца, совершая чудеса, исцеляя всякие болезни с верою приходящих к Нему и изгоняя бесов, над которыми дана была ему от Бога власть. еще. Опа! Что-то у меня тут не получилось где-то. Куда она делась все это? Ну вот и даже непонятно, что-то сдрогнуло-то так. Ну-ка, куда это делось? Все. Это нам его снова открыть. Вот по-другому. Даже удивительно, бес мешает. Я скажу, что бес очень сильно мешает здесь. Вот. Ну как же. Вот она где. Ну, мы сейчас... Аллилуйя. Так, смотри. Да. Вот так. Один из знатнейших жителей Исаврии был обокраден ворами, которые унесли у него множество золота. Многие были оклеветаны в этом воросты и преданы мучениям. Невинных держали в оковах и в темницах, но золото не находилось. Пока Щикатило поймали, уже и расстреляли, еще там 14 человек арестованы и показывают, когда праше. Это всегда было. Да. Тогда к святому Конону пришел тот, у которого украли, и родственники невинно оклеветанных и томившихся в заключении. И, преподая к ногам святого, молили, чтобы он просил Бога помочь найти украденное золото. Святой, сожалея об оклеветанных и страдающих невинно, согласился исполнить просьбу граждан. Он отправился в город. Здесь, ставший на площади, он поднял к небу свои руки и усердно молился Богу до тех пор, пока Бог не открыл ему, где спрятано украденное золото. Взявши многих из народа, святой Конон пошел с ними за город и, пройдя довольно большое расстояние по пустыне, подошел к одному камню. Под камнем оказалось скрытое ворами золото. Святой Конон велел пришедшим с ним взять золото и отнести его в город. Весь Исааврийский народ сильно дивился и прославлял Бога. Когда же тот, у кого было украдено золото, пожелал узнать, кто были воры, и вопросил о семь Конона, то святой ответил ему, возьми свое золото и будь доволен тем, что оно возвращено тебе без ущерба. Томящихся же в заключении освободи. Тот так и поступил слуха всем чуде. Прошел по всей стране, многие обратились к Богу, и день от дня росла и умножалась Христово. Вот как Господь делает. Исследователи такие учатся, юристы, никто не мог найти. И вот дальше. Спустя несколько времени святой Конон, пребывая в своем доме в безмолвии, увидал множество бесов, ополчившихся на него. Все бесы, жившие на острове, изданные из людей из идольских капищ. Вот где они обитали там, людях, идольских капищах. Вооружились против святого. Поэтому вооружились против дятловской группы, пришли, в палатку залезли. Увидав бесов, святой именем Иисусом связал их, так что они не могли двигаться. Тогда бесы стали молить Конона, чтобы он не посылал их в бездну. Но пусть повелит им сделать что ему угодно. Откупиться решили, взятку дают. Святой, запретив им делать вред людям, послал их на различные работы. Одним велел копать в огородах землю и вырывать худые травы, терновники, крапиву, другим спахивать нивы и сеять на них. Иным стеречь плоды, кому пасти стада и охранять их от зверей, кому колоть дрова и носить воду, исполнять всякую домашнюю работу. Бесы, как рабы и пленники, служили блаженному Конону до тех пор, пока ему было угодно, исполняя с усердием всякое указанное им дело. Ибо связанные непобедивую силою Божией, они были порабощены Божию угоднику. Случилось, что ночью на дом святого напали разбойники, надеясь найти у него богатую добычу, ибо он был славен по всей той стране. Связав святого, разбойники хотели пытками заставить его указать место, где спрятано у него золото. Они уж начали мучить его, как вдруг по повелению Божию явились служащие святому бесы, схватили разбойников и немилосердно били. они могут схватить, могут бить, вот откуда у них удары, а бес это не вещественно это, а ребра-то переломали, а что это ребра-то? И следов нет никаких? Никаких следов нет, вот объяснение единственное какое. Потом развели огонь в печи и стали офалять их тела. А святого освободили изус. Святой смилостившись над разбойниками запретил бесам, и те прекратили истязания над разбойниками, которые были едва живы. То есть, а там не было святого Конона, и они мучили до смерти. А если был святой, он бы освободил их. По молитве святого разбойники пришли в себя, и блаженный отпустил их с мира, дав им заповедь оставить свои разбои. Бесы не только освободили святого Конона от разбойников, но по честь его имени. Ибо если кто-либо из неверующих и саврян дерзал хулить Конона, то частно таковых невидимо нападали бесы и били. Так что имя Конона для всех стало предметом почитания и страха. Во, удивительно как. Однажды двое идолопоклонников вспомнили о Кононе и стали поносить его дурными словами. То частно на них напали бесы. Били их, протащили по дороге за волосы и повергли хулителей к ногам святого. После того у всех неверующих страх пред Кононом так был силен, что они не дерзали даже помыслить что-либо худое про святого Конона. Я говорю, что вот эта вся эта сила бесовщина во внимание не берется следователями. Однажды какой-то человек проник в сад Конона с намерением украсть яблоки. Но невидимые стражи схватили его и сбили и вместе со слом и мешком наполненным плодами привели к святому. Святой дал ему наставление и заповедов более не красть отпустил с миром. Невидимые вот они невидимые никому невидимые следов никаких не оставили. Какие следы от них? Одна бедная вдова во время жатвы пришла на поле и ходила за жнецами подбирая оставшиеся колоси. На руках у ней был малолетний единственный ее сын. Вдруг выбежал из леса волк выхватил ребенка из рук матери и унес его в пустыню. Народ погнался за ним но догнать волка и освободить дитя из его пасти не мог. Огорченная женщина пришла к святому чудотворцу Конану плакала и припадая к ногам его поведала ему свое горе. Он тот час дал повеление своим невидимым рабам и те в одно мгновение схватили волка державшего ребенка в зубах и поставили перед святым. Ну и дальше что? Святой возвратил матери ее сына живым и невредимым а волку велел уйти в свое место. Не все бесы были однако связаны с словом святого и вот некоторые из них начали наводить на жителей той страны различные болезни а всего больше оспу. Вот тебе и спит и все такое-то. Вот они наводят болезни и страхи. Святой уразумев кознить бесовский помолился Богу и тот час получил власть и над этими бесами. Собрав их всех он запретил им и одних а иных связал и заключил в тридцати залитых оловом глиняных горшках и запечатлев их крестным знамением зарыл в землю под своим домом. Ну вот хаттапыч откуда показывают дальше. В то время настало гонение на христиан и в Исаврию прибыл старским указом воевода по имени Макдон. Воевода прежде всего замучил до смерти святого Анисия в селе Усорове потом был взят и святой иконом. Его подвергли многими жестоким мучениям принуждая принести жертву идолам. Исаврияне услыхав что воевода предал мукам святого Конона собрались во множестве с оружием и отправились к селению Усорову чтобы умертвить воеводу. Узнав о их намерении воевода своими слугами сел на коне и бежал из пределов той страны. Исаврияне гнались за ним но не могли догнать его. Найдя святого мученика Конона и плакали о нем отирая его кровь. Они мазали ею свои тела желая получить освящение от Бога святого. Прошло время и через два года после страданий святой Конон приставился к Богу. Жители всей Исаврийской страны собрались и плакали о святом. Его погребли вместе с блаженными родителями и со святой его невестой до конца жизни сохраняющей непорочное свое детство. После погребения святого Конона Исаврияне задумали обратить дом мученика в церковь. Когда начали рыть землю для фундамента то нашли в земле 30 глиняных сосудов в коих святой Конон заключил бесов. Не зная что находится в тех сосудах но предполагая скрытое в них золото или серебро нашедшие обрадовались и разбили один сосуд. Тотчас вышли из него бесы в виде густого и смрадного дыма и помрачив воздух произвели страшный вихр. Все люди пришли в ужас. Вот в ужас они бежали резали палатку в дырях-то они стоят демоны куда бежать-то? А выскочить-то надо ужас их сотрясало они потеряли сознание. Тотчас все люди некоторые попадали от страха а некоторые бежали оттуда. Вот они бежали вниз и все на них другого нет объяснения никакого. Вообще нету ни следов нет ничего и все погибшие до одного. Бесы же летали по воздуху и производя большой шум призывали друг друга по именам. О как. Все в том селении пришли в сильный ужас так, что никто не осмеливался после солнечного заката выходить из своего дома ибо ночью являлись многие бесовские страшилища и пугали людей и животных. Ну что они испугались? Понятно, что от ужаса. Но на этом останавливаются. Что же испугало эту группу Дятлова? Что рванулись и бежали кто успел схватить а остальные босиком бежали а 300 градусов мороза было. Удивительно. Что на время было допущено Богом в наказание сребролюбивым людям ожидавшим найти в сосудах сокровище. Вот с шапкой ты ходил. Да. По молитвам святого Конана были прогнаны бесовские привидения. Прочь. Оставляй теперь. Итог. Согласно только, что изложенного тут картина могла так выглядеть. Это я отвечаю. Если эта гора уже раньше так называлась не восходи туда не поднимайся туда. то есть название горы значит народность манцы живущие там язычники живущие по шаманским законам знали что эта гора не для жизни и не для охоты. О чем они о чем эти неумные и говорили умным следователям. На это ноль внимания и ни одной версии гибели не отражены никак. Паранормальные явления. Зачем они шли туда куда тунгусы ногой не ступали. Бросили вызов решили посмеяться над тупым и темным будучи сами гнусными и блудными. И вот в последнюю ночь они уже дошедшие к подножию запретного могли балагурить показывая пред девками свою храбрость насмехаясь над темными силами да и над Богом. И Бог допустил что явились им темные не разорвав палатку. Они в этом и не нуждались и стали у входа. И может быть именно на слова выходки как Зои с иконой Святого Николая танцующей. И от ужаса бросились в рассыпную блудливые и нашкодившие. А теперь считаем и Слово Божие из Библии. Премудрость Соломона 17 глава с 5 по 20 стих. Вот теперь обстановка такая же была когда-то. И никакая сила огня не могла озарить. Ни яркий блеск звезд не в состоянии было светить этой мрачной ночи. являлись им только сами собою горящие костры полные ужаса и они страшась невидимого призрака представляли себе видимое еще худшим. Пали обольщение волшебного искусства и хвастовство мудростью подверглось посмеянию. Ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи сами страдали позорную боязливостью. Вот допустим кто-то говорил может из них предполагал народности идут боятся что будет в самом деле то мы же с вами девчонки и что будет и сами страдали позорной боязливости это демоны все сотрясается Серафим Саровский сказал зачем ты сказал такие слова когда самый маленький бес одним когтем может все это перевернуть землю как какого один и хотя никакие устрашения не тревожили их но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся они исчезали от страха боясь взглянуть даже на воздух от которого никуда нельзя убежать вот ужас то и бежали они и падали а ужас это вокруг они не знали что и бились ибо осуждаемые собственным свидетельством нечестия боязливо и преследуемой совестью всегда придумывает ужасы ну комсомолия понятно там грехи всплыли что же они делали как жили и поэтому чем сильнее грех тем больше они в панику впадали причина то в этом была Конан не боялся же их страх есть не что иное как лишение помощи от рассудка о какое выражение классическое лишение помощи от рассудка а в рассудке то у них нет что есть демоны они внезапно все в разные стороны они не знали ни земли ни неба ничего они просто бежали орали падали замерзали никакого объяснения то нету чем меньше надежды внутри тем больше представляется неизвестность причины производящей мучения и они в эту истину невыносимую из глубин нестерпимого ада и шедшую ночь располагая заснуть обыкновенным сном то были тревожены страшными призраками то расслабляем и душевным унынием ибо находил на них внезапный и неожиданный страх итак где кто тогда был застигнут делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков это прямо к дятловской группе относятся был ли то земледелец или пастух или занимающийся работами в пустыне всякий быв застигнут подвергался этой неизбежной судьбе ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы это говорится об египетских казнях переменяйте сюда это образы для нас свищащий ли ветер или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц или сила быстро текущей воды или сильный треск низвергающихся камней или незримое бегание скачущих животных или голос ревущих сверепейших зверей или отдающиеся из горных углублений эхо все это ужасая их повергало в расслабление ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами а над ними одними была распростерта тяжелая ночь образ тьмы имевший некогда объять их но сами для себя они были тягостнее тьмы вот теперь я поясняю это и били их бесы не повреждая ткани плоти и ломали ребра и кости и от ужаса вываливались языки и глаза из орбит в этой даже иниверсии а быть может полной картины трагедии нет ни одного пробела ни одной прорехи куда бы можно было просунуть тяжкое неверие безбожникам вот пусть мы которые прослушают безбожники и скажут теперь что они сходятся с этим что бы они не сказали здесь все отображено самые лучшие исследователи не найдут нигде ни одного места но вот такой то момент не объяснили все объяснено объяснено грех демоны больше ничего нету вот почему 50 лет они толкутся в другой стороне это сатана их увел всех следователей все эти цвета палаток и одежды радиации бесы так искусны в этом деле археологии костей динозавра евреям 11 глава 31 стих верою раб блудница с миром принявся глядатаев и проводить другим путем не погибло с неверными здесь не было веры и все погибли с неверными комсомольцы от города Вавилона города блудницы полного бесов и чародейств такие же были и порождения чудовищ в ЛКСМ плач и ремень 4 глава 30 и чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей от щель народа моего стало жестоко подобно страусам в пустыне то есть чудовища кормят а КПС с чем она могла кормить они безжалостные они их наставляли они готовили головорезов а не героев откровение 9 глава 21 стих и не раскаялись они в убийствах своих ни в чародействах своих ни в блудодеянии своем ни в воровстве своем им не дано было вот они не раскаялись так они погибли так вопросы к этому какие ну вот вопрос а вот тогда так же можно объяснить вот эти корабли которые плавают по морю и они вот только как будто люди ушли там еще даже готовятся а никого нету экипажей сотни человек я показываю здесь потому что там нельзя было исследовать которые исчезли людей нету а здесь другая ситуация здесь именно люди которые сказали что они идут но связи мобильного телефона тогда не было ну услышали бы только ужас страх вот как это все могло происходить а по другому как по другому вообще вариантов никаких нету по-плоцки все варианты уже перебрали за 50 лет иностранные пытались смотреть и там мельчайше рассматривали какие-то как песчинки были одни говорят их аэростат летел подхватывал там одна вырвалась то есть что попало единственное манси сами ответили правильно там бывают шары а следователь отклоняется показывает ролик а какие шары какого цвета желтое зеленое нет огонь огонь это дьявол всегда он огонь и огонь будет изводить с неба огонь он видит что с них нельзя ну вы все свободно идите пошли страх они могли бы подойти к ним если верующие были можно было кое-что выспросить там одна есть сейчас которая допрашивает но это не те что 50 лет назад другие люди селение рассыпалось никого нигде еще нет а это все так и осталось но тут главное что Москва взяла все на контроль и начали уговаривать что хоронить и там где погибли чтобы люди не могли приходить вот вопрос еще какой зачем опять же за тем чтобы не знали потому что атеистическое государство чтобы никаким образом духовное не проникло туда дальше когда начали они здесь хоронить еще какие были кто не согласен и объясняю только одно что они боялись ну как о вере о вере начиная говорить я то захватил это очень хорошо они как огня этого боялись вот так еще вопрос но вопрос еще хотел задать а вот подобных интересно таких же страшных случаев смерти умершления людей где-то в других странах допустим Америка там же все таки верующие люди не видно не слышно же этого такого чтобы такой массовый допустим несколько человек ну там по одному может быть и есть что-то ну все я не знаю я только мог бы показать по житиям святых указать примерно на 30 житий святых в которых бесы поступали именно так являлись устрашали и убивали то есть это я беру только самое главное тем более у меня симфония составлена мною на жития святых то есть кто бы сейчас вот были которые не согласны с этой версией скажут а в чем не согласны а у него ребра сломаны другим говорят ну ребра сломаны бесы ломали им ребра а ударов нет да бес изнутри делает зачем он залез внутри человека он живет ему зачем он переломил тебе ребро по-своему ну а вот это если так дальше начинает а что они тогда испугались бесы испугались я поясняю чего они бежали почему они оборонялись они потеряли рассудок мы сейчас все это прочитали вы давайте мне какие-то вопросы которые опровергают то что я говорю то что на людях обнаружено ничего нету я их все до одного версии все просмотрел пересчитал и все они разрушаются их недостатки именно вот этим объяснением это было дело демонов и при том я интересно когда первый раз услышал о дятловской группе прочитал еще ничего не знал ни одного ролика не смотрел я сразу сказал это демоническая сила умертвела их они издевались подошли к этой горе где особый у них коридор связи с сатаной ну как вот я однажды на вокзале в Барнауле лежу там с бородами такие ребята красивые я говорю а куда вы едете ну как куда мы на Алтай из Ленинграда еще в то время было до перестройки а куда в Горный Алтай тут особая зона связи с космическим разумом то есть я это знаю что так и есть вот это зона космической связи мы не знаем план зачем они шли я могу только предполагать что ну нигде не писали они скрывают все и все засекретили совершенно секретно почему потому что сатанинская власть она прятала своих клевретов кто их так научил делать вот она в чем причина была скрывали они предатели они отступники но они это все и делали чтобы скрыть демоническую силу это своими силами это непонятно это не такие явления такие бывают раз какой-то там энергетический поток и поэтому людей что попало говорят поток поток сатанинский вот все пересчитал и вот в эту систему которую я показал все абсолютно вкладывается ни одного возражения сделать нельзя ну тем более там же двое из них были сотрудниками внештатными КГБ а может и штатными кто их знает все Богу нашему слава во веки веков аминь аминь спаси Христос аминь аминь аминь